Ударной массы без силы не бывает. Если рабочие веса не растут, то и прибавки массы почти нет. Казалось бы, сначала силовые показатели растут весьма прилично, но потом безнадежно замерзают. Долгие годы спортивная наука пыталась объяснить причину этого явления и только сейчас смогла дать четкий ответ. К примеру, наш рабочий вес в жимах 80 кг на 6 раз. На следующей тренировке вы пытаетесь выполнить уже 7 повторений и так далее, пока не достигнете отметки 10-12 рабочих повторов. После этого вы добавляете рабочий вес и начинаете все сначала. Это и называется классической методикой бодибилдинга. Ученые провели исследование и выяснили, что такая система растит лишь силовую выносливость, а не силу. Отсюда и медленные темпы роста, как силы, так и вашей массы. Более того, мышцы способны растить силовую выносливость 2-3 месяца, после чего наступает глухой застой, выбраться из которого еще только предстоит. Именно поэтому была разработана новая методика, благодаря которой ваши рабочие веса увеличатся на 10% всего за 6 тренировок. Она адаптирована специально под тяжелый базовый тренинг и включает такие упражнения, как жим лежа, становая тяга, приседания, жим ногами и так далее. В принципе, ее можно переделать и под упражнения для малых мышц. К примеру, подъем штанги на бицепс и французского жима. На каждой тренировке вы увеличиваете рабочий вес на 5% и снижаете число повторов. В течение цикла эти повторы будут меняться, так что в финале ваш рабочий вес увеличится на 10%. На рабочую мышцу выполняйте по 2-3 упражнения. Первое – базовое, остальные – вспомогательные. Данную систему целесообразно применять к первому упражнению, остальные же можно в привычном режиме. Между тренингом одной группой мышц должно пройти 5-7 дней. В принципе, так оно и будет, если вы практикуете сплит, включающий 3-4 тренировки в неделю. Если вдруг вы не сумели выполнить плановые повторы, не возвращайтесь к ним на следующей тренировке. Идите дальше. Рост силы имеет свою инерцию, которая в любом случае работает. Выберите такой рабочий вес, при котором сможете сделать 6 повторений в 4 подходах, не больше. Между подходами отдыхайте по 2-3 минуты. К примеру, вы выбрали становую тягу с рабочим весом 100 кг. Повышаем вес на 5% и снижаем количество повторов до 5, при тех же 4 подходах. В итоге получаем 4 подхода по 5 повторений с весом 105 кг. Вновь повышаем рабочий вес на 5% от исходного. Теперь выполняем 4 повтора в 4 подходах с весом 110 кг. На этой тренировке опускаемся на ступень ниже. Уменьшаем вес до 105 кг, но увеличиваем число повторений до 6. Повышаем рабочий вес на 5% от исходного до 110 кг. Ибо выполняем 5 повторений в 4 подходах. Вновь прибавляем 5%. Теперь мы имеем штангу весом 115 кг. Выполняем 4 повтора в 4 подходах. Уменьшаем рабочий вес до 110 кг. Выполняем 6 повторений в 4 подходах. Это и будет наша 10% прибавка к силе. Без отказа данная система объясняет свою ступенчатым подходом. Вначале вы дважды повышаете рабочий вес, на что мышцы отвечают ростом силы и массы. Потом вы сбрасываете вес и мышцы вновь готовы к приросту силы и массы. Поэтому уже на следующей тренировке вы гарантированно получите прирост и того и другого. Данная система работает безотказно. Если вдруг у вас возникнут проблемы с ее реализацией и никак не получается следовать ей, значит вы просто мало отдыхаете. Понравилось видео? Ставь лайк. Подпишись на канал. Всем мир. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok